Здравствуйте! Тема урока «Механизм действия ферментов. Активный центр фермента». Сегодня на уроке изучите «Механизм действия ферментов», научитесь исследовать влияние различных условий температуры pH на активность фермента. Ключевые понятия урока. Ферменты, катализаторы, реагент, продукты, скорость, активный центр фермента, катализ. Тема сегодняшнего урока тесно связана с химией. Вспомним, что такое катализаторы. Катализаторы – это вещества, ускоряющие скорость химических реакций, но не расходующиеся в ходе этих реакций. Происходят химические изменения других соединений, их соединения или разложения, но количество катализатора не меняется. Химическая реакция – это взаимодействие веществ между собой с образованием нового вещества. Различают следующие типы реакций. Реакция соединения – А плюс В равно АВ. Реакция разложения – АВ равно А плюс В. Реакция замещения – АВ плюс С равно А плюс СВ. Красным цветом обозначены реагенты, синим – продукты реакции. Химические реакции протекают с разными скоростями. Скорость химической реакции – это изменение количества одного из реагирующих веществ за единицу времени. Равновесие – это химическое понятие, характерное для обратимых химических реакций. Оно показывает соотношение между количеством реагентов и продуктов реакции, образующихся в каждую единицу времени. Увеличение скорости химической реакции в присутствии катализатора называется катализом. Рассмотрим механизм действия катализатора. Сначала катализатор вступает в реакцию с одним из веществ, после чего эта временная химическая структура взаимодействует с другим веществом. Молекулы реагентов, начавшие вступать в взаимодействие друг с другом, как бы отпускают молекулы катализатора, который вытесняется из реакции. Он остается неизменным. Ферменты – биологические катализаторы. Участие ферментов в химических реакциях ничем не отличается от роли других катализаторов. Фермент вступает в реакцию с одним из реагентов, после чего эта временная химическая структура взаимодействует с другим веществом. Молекулы реагентов взаимодействуют друг с другом. Фермент остается неизменным. Механизмы действия неорганических катализаторов и ферментов сходны. Для любой реакции можно подобрать катализатор. Скорость каталитических реакций зависит также от других условий – температуры, давления, концентрации веществ, площади их соприкосновения. Существенно сдвигают равновесие в сторону повышения количества результатов продуктов реакции, а не исходных реагентов. Ферменты обладают своими особенностями. Специфичность действий фермента – это способность ускорять протекание одной определенной реакции. Серная кислота, цинк, платина и другие ускоряют многие химические реакции, работая как бы катализаторами. Ферменты имеют белковую природу. Ферменты работают при нормальных условиях. На работу ферментов влияют кислотность среды, наличие иных органических веществ и молекул. Мы знаем, что ферменты по химической природе – сложные белки, в состав которых, кроме аминокислот, входят другие элементы. Это ионы металлов меди, цинка, кобальта, хрома, железа, неорганические кислоты или их остатки – витамины, углеводы, липиды. Не аминокислотную часть сложных белков называют простетической группой. Именно они делают фермент активным. В составе фермента выделяют области, выполняющие различную функцию. Активный центр – это комбинация аминокислотных остатков, обычно их 12-16, обеспечивающая непосредственное связывание с молекулой субстрата и осуществляющая катализ. В активном центре выделяют два участка. Это якорный или контактный связывающий отвечает за связывание и ориентацию субстрата в активном центре и каталитический отвечает за осуществление реакции. Немецкий ученый Эмиль Фишер в 1880 году высказал предположение, что эта специфичность обуславливается осовой формой молекулы фермента, точно соответствующей форме молекулы субстрата или субстратов. Эту гипотезу часто называют гипотезой ключа и замка. Субстрат сравнивается в ней с ключом, который точно подходит по форме к замку ферменту. Акт катализа складывается из трех последовательных этапов. Первый – это образование фермент-субстратного комплекса при взаимодействии через активный центр. Второй – связывание субстрата происходит в нескольких точках активного центра, что приводит к изменению структуры субстрата, его деформации за счет изменения энергии связей в молекуле. Это вторая стадия и называется активацией субстрата. При этом происходит определенная химическая модификация субстрата и превращение его в новый продукт. В результате такого превращения новое вещество-продукт утрачивает способность удерживаться в активном центре фермента и фермент-субстратный, вернее уже фермент-продуктный комплекс диссоцирует, распадается. Активность ферментов зависит от кислотности среды и температуры. Для каждого фермента существует свое оптимальное значение pH среды, при котором его активность максимальна. Например, амилаза наиболее активна при pH 6,8, 7. Пепсин при pH 1,5, 2,5. Трипсин при pH равной 7. Щелочная фосфатаза при pH равной 10. При повышении температуры до 55-60 градусов Цельсия происходит денатурация белков, что негативно сказывается на его активности. При понижении температуры активность ферментов понижается. Оптимальная температура для большинства белков составляет 36-40 градусов Цельсия. Переходим к практической части нашего урока и выполним лабораторную работу. Тема – исследование влияния различных условий температуры pH на активность фермента. Цель – исследовать работу пищеварительных ферментов на примере амилазы. Реактивы. Вода горячая, тёплая, холодная, йод, лимонная кислота, пищевая сода, крахмал. Оборудование. Два штатива, шесть пробирок, три химических стакана, часы. Начнём работу с того, что вспомним состав слюны. Исследовать активность ферментов мы будем на примере фермента слюных желёз амилазой. Действие его проявляется в появлении сладковатого вкуса во рту при пережёвывании крахмала, содержащих продуктов. Появление сладковатого вкуса обусловлено действием фермента слюны амилазы при расщеплении крахмала. Крахмал является полимером без вкуса, а сладким вкусом обладают продукты расщепления углеводов глюкоза. Исследуем влияние ПАЖ на активность амилазой. Для этого три пробирки набрана вода комнатной температурой. В первую пробирку насыпем лимонную кислоту. Во вторую пробирку пищевую соду. Третья пробирка будет контрольной. Проверим ПАЖ-среду первой пробирки. В первой пробирке среда будет кислая. По второй пробирке среда будет слабо-щелочная. И в третьей пробирке среда будет нейтральная. Во все три пробирки нальем по 2 мл крахмала. И амилазой. Опускаем все три пробирки на 5 минут в стакан с теплой водой. Добавим йод во все три пробирки. И перемешаем стеклянной палочкой. Что наблюдали после добавления йода? В первой пробирке появилась синяя окраска. Это говорит о том, что расщепление крахмала не произошло. Во второй пробирке бесцветная окраска. Это говорит о том, что произошло расщепление крахмала. То есть амилаза действует в слабо-щелочной среде. В третьей контрольной пробирке все осталось без изменения. Исследуем влияние температуры на активность амилазы. Для этого в трех пробирках находится такая же смесь, как при первом опыте. То есть вода, крахмал, амилаза. Первую пробирку опускаем в стакан с холодной водой. Вторую пробирку опускаем в стакан с горячей водой. Третью пробирку опускаем в стакан с теплой водой на 5 минут. Добавим йод во все три пробирки. Перемешаем стеклянной палочкой. Свои наблюдения занесем в таблицу. В первой пробирке с холодной водой появилась синяя окраска. Это говорит о том, что расщепление крахмала не произошло. Во второй пробирке с горячей водой аналогичная картина. Синяя окраска, реакция не произошла. В третьей пробирке окраска бесцветная. Это говорит о том, что произошла реакция, то есть расщепление крахмала. Подведем итог лабораторной работы. Оптимальное значение pH, при котором активность амилаза максимальна 6,7. Наибольшую активность амилаза проявляет при температуре 37-39 градусов Цельсия. Подведем итог урока. Ферменты – это биологические катализаторы, которые могут ускорять химические реакции. Катализаторы не изменяют направление и не расходуются в процессе реакции. Активность ферментов зависит от кислотности среды и температуры. Это свойство ферментов является основной регуляцией метаболистических процессов в организме. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok